Доброе утро! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа событий недели. В ближайшие 40 минут о самых значимых событиях уходящей недели. Клава Республики Рашид Тимрезов на этой неделе провел заседание Оперштаба Крачева-Черкесии по противодействию распространению коронавирусной инфекции за последние две недели. Количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования COVID-19 в регионе возросло в два раза. Почти в два раза увеличилось и число госпитализированных. Растет количество ПЦР-исследований, исходя из эпидситуации. Выведены из резерва три госпиталя, тем самым увеличился коечный фонд на 735. По поручению Рашида Тимрезова проведен аудит и остальных лечебных учреждений. Специалисты мониторят запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Жители должны строго придерживаться всех мер предосторожности, обязательного масочного режима и социального дистанцирования, а также воздержаться от посещения массовых мероприятий, отметил глава республики и поручил усилить контроль за их соблюдением. Еще одно решение было принято на заседании. День, когда человек сделал вакцину, будет нерабочим. Сколько человек на данный момент в Карачева-Черкесии уже провакцинированы? Как обстоят дела в наших госпиталях? Болеют ли те, которые сделали прививку? И самое главное, насколько эффективны отечественные вакцины против Дельта-Штамма? На все эти вопросы и не только. В интервью нашему корреспонденту Ахмату Халкевичу ответила начальник лечебного отдела Минздрава Республики Белла Батчаева. Здравствуйте, Белла Заретовна. Если позволите, первый вопрос. Расскажите, насколько загружены на сегодняшний день наши госпиталя? На сегодняшний день в госпиталях нашей республики 460 больных пациентов. Резерв у нас есть, достаточный. У нас всего подготовлено 735 коек в четырех госпиталях. Имеются ли у нас выявленные случаи именно Дельта-Штамма? К сожалению, в республике, как и по всей Российской Федерации, в настоящее время есть уже индийский штамм Дельта, который был выявлен тоже в нашей лаборатории и подтвержден в лабораториях Роспотребнадзора. Поэтому лечение пациентов проводится в соответствии с этим штаммом. Методических рекомендаций пока нет, но есть уже наработки наших врачей, врачей Минздрава Российской Федерации. И лечение проводится по рекомендациям ведущих специалистов. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого Дельта-Штамма и насколько стремительно протекает сама болезнь. Этот вирус, индийский штамм, он очень контагиозный и протекает тяжело в клиническом плане. Мы видим это по сравнению с больными, заболевшими в первую, во вторую волну. То есть этот вирус распространяется очень быстро и дает осложнение. Чаще всего, к сожалению, болеют и лица молодого поколения, среднего возраста. Поэтому мы уже сталкиваемся с тем, что наши больные бывают и детского возраста. У нас открыты койки на базе Уджигутинской районной больницы. Среди госпитализированных есть и дети. Какое количество имеется людей уже провакцинированных? На сегодняшний день у нас провакцинировано более 70 тысяч населения, 70 с половиной тысяч. У нас план вакцинации – это 216 тысяч населения, это 60% взрослого населения республики, поскольку вакцинация проводится у нас с 18 лет. И на сегодняшний день это 32% от общего числа у нас привито. Но мы активно сейчас занимаемся вакцинацией. Более тысячи человек у нас вакцинируется ежедневно. И поэтому темпы наращиваются. Все три вида вакцины у нас в республике есть, поэтому никаких проблем с вакцинацией в настоящее время у нас нет. Любой человек может обратиться по месту жительства к своему лечиму врачу или записаться через ЕПГУ, через госуслуги и пройти вакцинацию. Имеются ли среди выявленных случаев люди, которые были провакцинированы? Да, есть случаи заболевания. Мы рассматриваем их. Это 420 случаев у нас было зарегистрировано в нашем федеральном регистре. Это случаи тех, конечно, заболеваний, которые протекают в легкой форме. Но вакцинация не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Но если он заболеет, он перенесет это заболевание в легкой форме. И поэтому то количество больных, которое у нас прошло, это 0,6% всего среди заболевших именно те, которые были провакцинированы. Это небольшой процент. И вакцина показывает свою эффективность. То есть в реанимациях у нас провакцинированных, слава богу, нет? Нет, тяжелых случаев у нас не зарегистрировано. Насколько эффективна наша вакцина против индийского штамма? Ну, вы знаете, эта вакцина была разработана против первых видов. Это уханьского, это британского штамма. Но индийский штамм, он уже тоже показывает результаты вакцинации, показывает, что вакцина наша российская и гам-ковид, и кови-вак на клинических испытаниях, это показывает, что она эффективная против индийского штамма. Сейчас ученые всего мира, также и российские вирусологи, эпидемиологи, они занимаются разработкой и модификацией вакцины, которая еще в дальнейшем будет. И надеемся, что скоро будет вакцина еще и дополнительная, конкретно против и индийского штамма. Но, тем не менее, вот вакцинация, она эффективна. Мы видим, все те лица, которые были привиты, они переносят, заболев даже индийским штаммом, они свое заболевание переносят, не тяжело. Ну и завершающий, наверное, вопрос. На ваш взгляд, как можно убедить людей в необходимости вакцинации? Я могу сказать на собственном примере о том, что вакцинация нужна и она помогает. Потому что это дело добровольное, и каждый сам отвечает за свое здоровье. Я провакцинировалась в декабре месяце, прошла повторный этап в январе, и 11 июля у меня завершается 6 месяцев после вакцинации. И мои антитела снижаются, и я знаю, что мне нужно будет провакцинироваться повторно. И за этот период я не заболела. То есть я работала и считаю, что вакцинация эффективна. Поэтому я рекомендую провакцинироваться, потому что других видов лечения на сегодняшний день нет. Находиться в полной самоизоляции, не общаться ни с кем, это тоже не выход из положения. И поэтому на сегодняшний день только вакцинация может нас обезопасить от новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам большое за столь содержательное интервью. Надеемся, что вас услышат. Вакцинация в Карачаево-Черкесии сейчас в самом разгаре. Прививку от COVID-19 сделали работники культуры. Подробнее Карача Беджеев. Пройти вакцинацию приняли решение работники культуры Карачаевой-Черкесии. С целью обезопасить не только себя, но и своего зрителя. Сама акция продлится до августа. Со слов организаторов они учли все условия санитарно-эпидемиологических норм. При себе работники сферы искусства должны были иметь паспорт, с НИЛС, заполнить анкету и дать согласие. С этими документами они обратились к докторам и прошли специальную консультацию и опрос. А после, с готовой карточкой, в которой имеется подпись врача, они прошли на вакцинацию. Естественно, после процедуры пациенту все разъясняют, потому что у них появляется масса вопросов. На сегодняшний день это единственный элемент защиты от этого вируса. Мы прекрасно понимаем, что все другие этапы и мероприятия, связанные с борьбой от коронавирусной инфекции, они не столь эффективны, как все-таки вакцинация. Вакцинация – это самый эффективный элемент на сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 60 человек сферы культуры должны провакцинироваться на этой неделе, считают организаторы. И на следующий приблизительно столько же. В конце августа надеются охватить всех работников культуры, тем самым ослабить хватку вируса. Считаю, что здесь для того, чтобы сегодня получить полную консультацию, для того, чтобы подготовить себя, провести вакцинацию, здесь специалисты городской поликлиники профессионально им все объясняют. И наши коллеги, работники культуры с удовольствием проходят вакцинацию. Также на здании филармонии имеется номер телефона иммунолога-инфекциониста, который проводит круглосуточную консультацию на интересующие вопросы граждан, такие как, какой вакциной нужно привиться и какие меры предосторожности нужно соблюдать. Арча Биджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. В северной части УЗЖГУТЫ строительные бригады «Газпром» газораспределения «Черкеск» приступили к работам по прокладке газопровода среднего и низкого давления. Напомним, вопрос газоснабжения данного участка на недавней прямой линии президента Владимира Путина подняла жительница нашей республики Роза Капушева. Газификация микрорайона Северной УЗЖГУТЫ по плану была намечена к 2022 году. Форсировать начало строительства уличной сети газопровода удалось благодаря активному содействию главы Рашида Тимрезова. Ахмат Халкевичев продолжит. Проектно-изыскательские работы по газификации микрорайона Северной УЗЖГУТЫ, начатые еще в прошлом году, были завершены недавно. Ну а к самой уличной сети планировалось приступить в начале наступающего года. На сегодняшний день разработана вся схема газоснабжения территории. Будет газифицировано 1082 земельных участка. Общая протяженность газопровода составит без малого 5,5 километров. В данный момент здесь заселены 348 домов, из которых газу подключены 58. Планировалось работы начать в 2022 году. По результатам переговоров генерального директора «Газпром» и «Жегионгаз» Сергея Густова с главой Карачаева Черкесской республики Рашидом Темрезовым, было принято решение ускориться и начать эти работы вот уже сейчас. Для жителей газификация, то есть доведение газопровода до участка будет бесплатной, как и предусматривает 184-й федеральный закон. Отсутствие инженерной инфраструктуры, в свою очередь, тормозило развитие северной части райцентра в целом. Сейчас данный микрорайон заселен лишь на 20-25%. Как отметил замглавы городской администрации Уджигуты Хасан Айбасов, решение вопроса газификации потянет за собой полномасштабное развитие всей территории. По мере заселенности здесь планируется строительство объектов социального значения, таких как школы и детские сады. Будет довольно большой приток людей, проживающих там, и необходимо, конечно, уже поднимать социальную инфраструктуру. Земли зарезервированы под детский сад, школу. Я надеюсь, это тоже будет не за горами. В ближайших нескольких лет вопрос будет решаться. Завершить работу планируется до начала отопительного сезона. Эту зиму жители северной части Уджигуты встретят в теплых, отапливаемых головым топливом домах. Когда я дозвонилась, конечно же, я знала, что делать сделается, что газ будет. Но не ожидала, что так быстро. Вот сейчас рада, счастлива. Ну и как все наши жители. Надеемся, что к зиме уже газ у нас будет уже в доме. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вестикарчаева, Черкесия, Ужджигута. Новая мечеть со зданием для проведения занятий по изучению и чтению священного Корана. Открылась в ауле Кызылпокун Малокрачевского района. А в Архызе проходит смена всероссийского конкурса «Большая перемена» с участниками. По видеосвязи связался Владимир Путин. Об этом мы не только расскажем после рекламы. Дождитесь. Аптовая база «Жасминтиксиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасминэлиттекстиль-09». Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет. Крупный образовательный, молодежный и культурный центр Юга России. Университет имеет богатую историю и славные традиции, которые складывались десятилетиями. Хочешь получить качественное образование, владеть несколькими иностранными языками и быть востребованным на мировом рынке труда? Поступай правильно. Поступай ПГУ. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефону 2204-75-2205-47. На этой неделе президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с учениками 5-7 классов, которые вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» и собрались в Артеке для участия в решающем этапе этого мероприятия. Глава государства также связался с участниками семейной смены Всероссийского конкурса «Большая перемена», которая проходит в Архызе. Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая объединила 200 участников конкурса и их родителей из всех регионов страны. И на видеосвязи с Архызом был президент России Владимир Путин. Участники самого масштабного детского семейного проекта рассказали главе государства о своих впечатлениях от конкурса в целом, о знаниях и навыках, которые они приобретают. Впереди их ждут различные образовательные программы по личностному развитию детей, беседы, практикуму, игры, спортивные квесты, семейные путешествия по маршрутам Карачева-Черкесии и многое другое. В Архызе съемочная группа «Вестей» встретилась с участниками первой смены Всероссийского конкурса «Большая перемена» Мурат Джанкёзов о значении мероприятия, семейных ценностях и впечатлениях гостей. В праздник семьи, любви и верности на фестиваль под названием «Родные любимые» приехали ячейки общества со всей страны. Папы, мамы и их умные дети. Семья Дичковых из Московской области в Архызе впервые. Для 11-классницы на тылы победа в конкурсе «Большая перемена» стала самым большим успехом школьной жизни. «Большая перемена» сплотила огромное количество людей. Она позволила открыть новые традиции. Теперь за семейными ужинами мы не только обсуждаем, как прошла неделя, но и обсуждаем что-то нового на «Большой перемене». Мне кажется, это очень здорово, что «Большая перемена» открывает возможности для таких ребят, подростков, как я. Этот конкурс стал для неё, наверное, самым важным этапом, вехой в жизни. Почему? Потому что он в корне изменил подход не только к учёбе, к получению знаний, но и к общению с людьми. Это настолько великолепное изобретение или открытие нашего руководства для страны, потому что каждый ребёнок из самой дальней глубинки может принять в нём участие и победить. Если у него есть стремление, если у него есть желание, если у него есть какие-то мечты, в конце концов, и он этим горит, живёт и дышит, он обязательно выиграет в этом конкурсе. «Большая перемена» – самый масштабный конкурс для учеников и студентов в нашей стране. Это сообщество для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь роль от неоценки, а способность нестандартно мыслить. Это площадка, на которой ребята могут реализовать свои таланты, бросить вызов самому себе, стать победителем, выиграть призы и получить яркие впечатления на всю жизнь. Мы участники первого сезона конкурса «Большая перемена». Я победитель, Федя финалист. И вот мы сейчас активно продвигаем это сообщество, рекламируем, можно сказать. То есть мы работаем в региональных командах очень активно. И сегодня мы прилетели совместно на фестиваль. Это мой троюродный брат, поэтому у нас такой получился семейный фестиваль. И мы прилетели сюда, впервые здесь находимся. Нам очень всего только что нравится. Для того, чтобы попасть на этот фестиваль, нам нужно было рассказать о своих семейных ценностях. Нам нужно было снять видео-визитку, которая рассказывала бы о том, какие ценности из нашей семьи, почему мы участвуем в «Большой перемене», как наши родители поддерживают нас. И на самом деле наши родители для нас это большая опора и поддержка. Поэтому мы вместе участвуем в «Большой перемене». И вместе приехали сюда, в Архыз, на этот замечательный семейный фестиваль «Родные и любимые». Семейная смена в Архызе даст возможность конкурсантам и их родителям поделиться своим опытом с другими семьями, обсудить жизненно важные вопросы коммуникации между поколениями. Впереди их ждут игровые, творческие практикумы, круглые столы и мастер-классы, которые проведут известные ученые, телеведущие и журналисты. «Большая перемена!» До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли. Но когда пришел час испытаний, они доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда в нем разгорается боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу и свободу своей родины. Одним из них был Дима Юрченко, молодой партизан, который вписал свое имя в героическую историю страны. О молодом бойце и иллюзиях, трепетно чтущих память солдат, расскажет Фатима Даурова. Кровавые пять месяцев с августа 1942 года по январь 1943 года Карачаево-Черкесия находилась в немецкой оккупации. Бойцы Красной армии вышли на защиту родных земель. Но, как известно, война не делит людей на возрастные категории. Вместе с ними из-за школьных парт встали дети и вышли на свой смертельный бой. Среди них был и 14-летний Дима Юрченко. История Димы Юрченко, уроженца Ось-Джигуты, чудовищно схожа с сотнями других детей-подростков. Юные герои, поступки которых совсем не ввяжутся с их возрастом. Они делали это, не думая о рисках, о возможности попасть в плен, о медалях и наградах. Они искренне хотели помочь. Хоть и понимали, что эта школа войны может стать для них последней. Перед началом митинга участники автопробега провели субботник на месте захоронения героя. Территорию в считанные минуты привели в порядок. Убрали разросшиеся сорняки и подмели. Живописное Аксаутское ущелье. Два берега горной речки неразрывно связаны с последними минутами жизни Димы. На одном берегу он совершил подвиг, вписавший его имя в историю. А на другом нашел вечный покой и последнее пристанище. Пока школьник отстреливался, нашим удалось уйти вот туда наверх. Но немцы, вплотную приблизившись к Диме, приняли его за погибшего. И вот тогда Диме удалось осуществить свой последний план. Его рука уже лежала на спусковом крючке противотанковой мины. Несколько секунд и раздался взрыв. Дима погиб, унося с собой жизни врагов. А на этом месте стоит обелиск в дань памяти юному герою. Роза Аубикировна-Чучаева, лидер Зеленчукского районного отделения партии КПРФ, открывая митинг, посвященный 80-летней годовщине со дня начала Отечественной войны, еще раз подчеркнула значимость сохранения живой памяти в сердцах людей. Мы вспоминаем миллионы людей, сложивших свои головы на полях сражений с фашистскими захватчиками. Герои, отдавшие свои жизни за будущее поколение. Вечная память. Они навсегда останутся в наших сердцах и душах. Торжественным моментом стало вручение комсомольского билета и прикрепление отличительного значка комсомольца на грудь старшекласснику Алексею Руденко. Ветеран космодрома Байконур Николай Шолухов лично принял в ряды молодежной организации Алексея. А уже став комсомольцем, он передал эстафетную палочку своему юному другу Максиму Старокожеву, повязав ему на шею красный галстук, выпущенный еще в СССР. Уже после церемонии Алексей поделился своими эмоциями. Для меня это большая честь, потому что в комсомольской организации было много ребят, которые защищали мою родину, строили города, возводили энергетические объекты, строили БАМ. Участники акции не в первый раз посещают памятники и обелиски, установленные солдатам Великой Отечественной войны. Они считают своим долгом следить за их состоянием и приводить их в порядок, если это необходимо. Это были дети, это были партизаны. Дима Юрченко, совершенно молодой человек. Это был Крымхан Мижева, это была Залиха Тыркенова, пулеметчица партизанского отряда. Это была Надя Кицерова, жительница Хасаут Греческого. Это молодежь была, это Наташа Голоколосова из Урубского района. Они все были участники партизанских отрядов. Это все были молодые люди, практически дети. Мне кажется порою, что солдаты с кровавой не пришедшие в поле. Не в землю нашу полегри когда-то, а превратились в белых журавлей. Белым журавлем взмыл в небо и Дима Юрченко. Композиция обелиска, установленного на месте гибели, передает момент оглушительного взрыва. Взметнувшая ввысь пылающая земля и осколки. И душа ребенка, улетевшая в поднебесье. Мать Димы, Варвара Николаевна, исходила все горные тропы, спрашивая у пастухов хоть какую-нибудь информацию о своем сыне. Но, к сожалению, ничего не было известно до тех пор, пока друг Димы, Генна Томилин, не узнал у местного лесника Якуба подробности гибели своего друга. И вот только тогда мать смогла прийти на место гибели и преклониться, и оплакать своего сына. Памятник к 14-летнему солдату стоит и на территории одной из школ станицы Кордоникской. С гранитного монумента на нас смотрит Дима Юрченко. Обыкновенный мальчишка. Один из тысячи примеров беспримерного детского мужества. Юный герой Великой Отечественной войны. Фатима Дорова, Мухаммед Ашебоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Зеленчукский район. По улице Кызыл-Покун Малакарачаевского района открылась новая мечеть. В торжественном мероприятии приняли участие руководство муниципального образования, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджабердиев, представители власти Карачаева-Черкесии, жители и гости населенного пункта. Мечети в Кызыл-Покуне не было, и верующим приходилось совершать коллективный намаз в приспособленном помещении. Здание возводилось исключительно за счет личных пожертвований. Также на территории мечети построено здание для проведения занятий по изучению и чтению священного Корана. Собравшиеся во главе с муфтием совершили первый намаз, прочитали ходбу. Исмаил Хаджабердиев еще раз призвал верующих придерживаться истинного пути традиционной религии, пожелал всем мира, благоденствия, а самое главное, чтобы двери мечети всегда были открыты. Медресе – это самое главное. Ведь не каждый человек рождается сознанием религии и всего. Он ничего не знает. И вот когда этот человек начинает постигать азы религии, самое главное, чтобы он правильно это все понял. Вот для этого самое главное – это медресе. Иншаллах, здесь и для медресе хорошее у них помещение, класс хороший. И все остальное тоже соответствует. Поэтому я надеюсь, здесь все будет хорошо. Всех мусульман нашей республики – это большая радость. Любая мечеть в любом селе, в любом городе – это большая радость для всех мусульман. Почему? Потому что это то, что мы созданы для чего? Чтобы служить Всевышнему. А служить Всевышнему мы должны в мечети. Конечно, для мусульманина любое чистое место – это мечеть. Он может там поклоняться Аллаху. Но вот в селе должны собираться и вместе делать этот поклон, и вместе просить Всевышнему. Плать Аллах, чтобы Аллах принял все наши молитвы, которые мы проводим и здесь, и по всей республике. Изучать и сохранять природу – задача Карачаева-Черкесского отделения Русского географического общества. И уже 25 лет она проводит эту работу, а помогает им научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга к чугу имени Умара Алиева. О том, какая важная совместная работа проводится ими, где находится и как работает лаборатория в нашем репортаже. Сейчас мы находимся в Цибирде, на территории научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга. Именно здесь проводится работа, которая помогает оценить экологическое состояние республики, изучить природные объекты и найти ответы на значимые вопросы. И понять… Как колеблются ледники, как они сейчас отступают в период глобального потепления, которое имеет место в наших региональных условиях, которое, кстати, усугубляется нашей хозяйственной деятельностью, это потепление. Потому что здесь местная циркуляция, здесь местный климат приобретает свои характерные черты. А точно определить эти характерные черты помогает и научно-исследовательская лаборатория геоэкологического мониторинга Кочегу имени Умара Алиева. Наталья Морозова – химик-аналитик и информация, которую она предоставляет, гарантированная и достоверная, исключающая ошибки. Наталья Михайловна скрупулезно выполняет свою работу. Она профессионал высокого класса, говорит председатель регионального отделения Русского географического общества Вячеслав Онищенко. В лаборатории проводят различные химические анализы. Мы определяем металлы – железо, марганец, никель, хром. Мы определяем органические вещества – фенолы, нефтепродукты. А также определяем сульфаты, хлориды, окисляемость и еще множество-множество анализов, о которых я могу говорить бесконечно. И самое уникальное то, как эти реки могут самоочищаться. Сколько бы мы их ни пытались ухудшить, загрязнить, они у нас самоочищаются в Верховьях. Как меняются осадки и температура, какие изменения происходят в климате, внимательно следят и знают ученые. С 170-го года по настоящее время, вот уже более 40 лет, температура увеличилась в среднем на 2,5 градуса. Это очень большая величина. И в соответствии с этим уже идут изменения в природных ландшафтах. Серьезные изменения. Меняется структура растительности, динамика стока рек, затем циркуляция воздушных масс, то же самое, ну и климат, потому что отступают ледники, а леденение вообще деградирует по Карачаево-Черкесии. За период от 40 лет она сократилась где-то на 32-35% площади леденения. Это тоже была большая величина, потому что леденение, оно играет значительную роль в изменении параметров окружающей среды. Результаты работы экспедиции и химических анализов помогают выявлять, где и кем наносится вред окружающей среде и региональным отделениям МРГУ принимаются меры по их устранению. Сразу об этих вещах мы информируем соответствующее ведомство, учреждение, Министерство природных ресурсов. Ну и потом уже, конечно, органы санэпидемстанции, санэпидемнадзора. В результате медленно, правда, но принимаются меры по устранению этих недостатков. Наше внимание привлекли молодые деревья, растущие во дворике лаборатории. Отношение людей, работающих здесь, к природе, очевидно по этим насаждениям. Они посадили здесь деревца, наибольшим образом подходящие для произрастания в Циберде. Это дуб, пихта и березы. Несмотря на свой молодой возраст, сосна уже плодоносит. Это шишки прошлого года. Вот шишка прошлого года. А вот шишка настоящего этого года. Можно? О, какая она моя! Вот она какая! Развеяли еще один миф про то, что сосна не желтеет. Желтеет, да? Желтеет. И созревает в течение двух лет. Если каждый из нас так же бережно и с любовью будет относиться к природе, наша планета всегда будет цветущей. Алладинаева, Рашид Токов, Вести, Крачево-Черкесия, Циберда. Такой была уходящая неделя в Крачево-Черкесии. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи в эфире. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль-09». Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Пятигорский государственный университет. Крупный образовательный, молодежный и культурный центр Юга России. Университет имеет богатую историю и славные традиции, которые складывались десятилетиями. Хочешь получить качественное образование, владеть несколькими иностранными языками и быть востребованным на мировом рынке труда? Поступай правильно. Поступай ПГУ. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефону 2204-75-2205-47. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова